Всем привет! Интересная камера с тремя объективами. По сути это три камеры в одной. Приложение ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro. Камера XMI-вская. Модель ее P10QS. 9 мегапикселей, европейская вилка на блоке питания 12 вольт. 9 мегапикселей, Wi-Fi IP камера. 9 мегапикселей, 3 матрицы. 9 делим на 3, получается по 3 мегапикселя матрица. Запутались уже и мы запутались, и запутались китайские производители. С вот этими вот моментами по матрицам. Сколько мегапикселей, где что установлено. При тесте посмотрим, какое разрешение будет писаться на карточку. На карту памяти, установленную в камере. Идут они все в таких упаковках. Сейчас вот такого типа камеры. Есть вариант на нижней камере 2 объектива. Есть вариант, что на нижней камере будет у нас один объектив. Соответственно, камера с одним объективом на нижней камере будет дешевле. Эта камера подороже. Чем отличается в прошлом видео я вам рассказывал. Там есть цифровой зум. Здесь как такового цифрового дальнобойного зума нет. Обычный цифровой зум возможности приложения. Камера, сразу скажу, что недорогая. Вы можете сразу посмотреть актуальную стоимость ее по ссылке по моей. Вот я сразу оставляю вам и в комментариях, и в описании к видео. Кликнули, перешли, посмотрели. Почему не цену? Не оглашаю. Потому что каждый день какие-то акции. Сегодня одна цена, завтра цена уже ниже. Поэтому зашел, посмотрел, подошла цена, сразу заказал ее с Алиэкспресса. В Украину пришла где-то в течение полторы-две недели по максимуму. По объективам. Вверху 3,6 мм объектив. Камера статическая, следит за передним планом, за общим планом. Нижняя камера поворотная и имеет два объектива. Как заявлено, 12 мм и 3,6 мм. Дальше посмотрим, как это работает. Ну, работает оно. Видели мы как? Переключение между объективами, зуммирование картинки, цифровое. Но этот зум, кстати, скорее всего, уже участвует в слежении за человеком. Камера может определять силуэт человека, подавать вам уведомления в приложение по человеку, что движение человека перед камерой. И если вы включили слежение, она будет за ним следить в двух плоскостях и плюс еще использовать цифровое зуммирование. Три ночных режима. Все эти моменты уже есть. Мигалка даже есть. Сирена будет звучать из динамика. Есть микрофон. Вы будете слышать, что происходит вокруг камеры. Карты памяти поддерживает до 128 гигабайт. В комплекте заказал. Сразу тебе пришла в комплекте карта памяти. Нет, кто свою дома купил, поставил. Слот идет по умолчанию. Камера может работать как с картой памяти, так и без карты памяти. Слот пустой, закрыл. Просто писать она никуда не будет свою информацию. А если ты ее подключил к видеорегистратору, то на жесткий диск видеорегистратор будет сохранять информацию. Если камера используется как одиночная, она может использоваться. Вот ты ее купил и больше тебе ничего не нужно. В общем-то, роутер только, чтобы удаленно отслеживать ее, подключить к роутеру. А так она пишет себе на карту памяти, сохраняет. То есть, такая мини-система видеонаблюдения. В комплекте блок питания 12 вольт, 2 ампера. Заявлено, то есть, стандартный дешевый блок питания. Камеру ты можешь, если не хочешь этот блок питания использовать, 12-ти вольтовый. Любой, даже аккумулятор автомобильный, 12-ти вольтовый, для питания этой камеры можешь использовать. Муфта на режим 45-й. Герметизируем вот этот разъем. И элементы крепления камеры. Камера легкая, не весит практически ничего, поэтому элементы крепления не такие уж массивные. И что еще очень важно, что уже они имеют возможность изменять угол. Вот, видите? То есть, прикрепили мы ее на стену. Кронштейн в этом случае идет полностью универсальный. Проталкиваем кабели. Делаем стеновое крепление. Вот таким вот образом. Фиксируем. Саморез идет в комплекте. Фиксируем от самоотключения. И перевернув, есть возможность сделать потолочное крепление. И тут вот мы используем перенаправление вот этой вот камеры. Эту камеру ты можешь перенаправлять удаленно, с приложения зайдя. А эту уже вот ты как направил, зафиксировал кронштейн. Так она и будет. Туда она и будет смотреть. Оттуда она и будет фиксировать всякие моменты. Или вот стеновое крепление. Раз, так же ты перенаправил камеру. Это смотрит сюда. Вот так вот. Под 90. А это смотрит вообще в другую сторону. И это пишет картинку свою на карту памяти. И это пишет картинку свою на карту памяти. Плюс еще, если ты используешь зум цифровой. И зафиксируешь призумированную. Она будет писать именно ту картинку, которую ты выставил по зуму. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Кстати, третий вариант использования. На столе можно. Установил она и так устойчиво вот стоит. Картинку перевернуть можно в приложении. Не будет она кверх ногами. Будет нормальная. И это уже тот вариант камеры, который имеет легкое подключение. И имеет даже подключение по Bluetooth. И Bluetooth участвует в подключении, в легком подключении камеры к приложению. Раньше процесс был более долгий. Подключаю камеру. Блок питания, в розетку. Тестовый режим, как обычно. Камера крутится-вертится. Калибруется поворотное устройство. Все говорит. И сейчас, если... Вот, это последняя фраза. Это из этих новых камер, которые имеют Bluetooth подключение. Подключите, согласно инструкции. Последняя фраза. Открыл я приложение. И смотрите, все. Мне ничего не нужно. Я открыл приложение. Открыл свой список устройств. И камера нашлась автоматом. Смартфон подключен к этому роутеру, к которому я буду подключать камеру по Wi-Fi. Роутер выбрал и пароль доступа к Wi-Fi у роутера. Подключение устройства Bluetooth. Устройство отправляет информацию. Конфигурация сети. То есть, делится, подтягивается пароль. Все дела. Все. Если раньше ты должен был все вручную это тыкать, показывать QR-код камере. Готово. Прописывай свое или же из готовых имя. Новое подключенное устройство, говорит мне роутер. Окей. Тревожную запись выбираю на карту памяти. Хотя она не обнаружена. Да, нужно установить. Можно потом установить. Просто камеру отключить от питания и установить. Также извлекаем карты памяти. Выключаем камеру блоком питания. Сохраняются у нее все настройки. Не бойтесь после этого. Да, подтвердите. Можно позже установить карту. Вот готова камера-балкон в онлайне. Да, есть и тут. Вот прошлую вам такую камеру показывал. Только две в одной. В этой поворотной камере один объектив. Нижняя камера, то есть верхняя, которая статическая. При помощи нее можно наводить и будет поворачиваться камера поворотная. Разберусь позже. Нужно сделать калибровку устройства. Можно будет управлять в нижней камере при помощи верхней. Ну и зум сразу. Сразу зум. Вот. Все работает. И это процесс. Вот этот. Самый быстрый. Самый наилегчайший. Подключение камер. Ну из всех приложений. Что я пока встречал. Три минуты камера установлена на улице. Заход на камеру. Две картинки. Верхняя статическая. И нижняя поворотная. Кстати по нижней качество. Вроде бы детализация получше. Приятная картинка. Именно с приложением. Может в какой-то если программе просматривать. Приближать. То. Ну это. Это бюджетный вариант. Вы сразу должны отталкиваться от цены. Поэтому. Супер какого-то эффекта вы не получите. Хотите хорошую качественную картинку. Надо брать камеру с Sony матрицей. И если хотите далеко видеть и приближать. С оптическим зумом. И тогда эта камера будет вам стоить. За уже за 150 долларов. Ближе к 200 к 300. Есть и дороже камеры намного. И тогда там будет у вас вау эффект. И будет плавная картинка с камеры. Здесь видите предметы как рывками движутся. Это бюджетная камера. Но которая работает. Если тебя устраивает вот эта картинка. Тебе не нужно там далеко видеть. И человека там. Прямо черты лица его. Рассмотреть. Хотя в этой камере может это даже и возможно. С ее зуммированием с таким. Может даже возможно будет это и сделать. То понятно что ты должен заплатить больше. Тогда получишь лучше. Здесь все же просто. Приближаем. И именно вот эффект переключения. Момент переключения с объектива на другой объектив. И в первой стадии зума. 12-миллиметровый объектив. Хорошая качественная картинка. Цифровой зум дальше увеличиваем. И уже идет потеря качества. Был бы оптика. Оптический. Варифокальный объектив. То не терялось бы качество. И мы могли бы приблизить даже на столбе вот объявления. И прочитать. Но цифровой зум подразумевает собой потерю качества. Вот. Чем дальше вроде бы да ты и видишь предмет. Лучше. Но детализация уже теряется. Общий план то рассмотреть можно. Ну вот давайте. Сейчас резко. Уберем. Зум. И посмотрим на какое расстояние. Приближает камера. Ну смотрите. Серьезное расстояние. И ту картинку ты можешь взять. Вот полностью призумированную. Например у тебя там автомобиль установлен. И она будет писаться на карту памяти. То есть не только ты это будешь видеть. Но оно будет еще и сохраняться. Ну вот это две камеры. Вот. Одна и вторая. Вторая камера. Это не поворотная. И не зумируемая. Хотя шкала у нас зума осталась. Но зум меняется на той камере. Это статическая. И звук. Звук. Также немаловажно. Звук есть. Где-то кто-то лезет кому-то. По машине бьет. Сигнализация автомобильная сработала где-то. Все это вот ты будешь слышать. И в записи так же. Такие вот моменты. Или вот так просмотр. И так же ты можешь приближать. Видеть с этой камерой одновременно. И с этой. Две картинки. Ну и так же в таком режиме. В перевернутом смартфоне. Так же возможно. Так же звук. Управление камерой. Нижней. Скорость можно менять. В настройках там все есть. Перенаправил. Оставил так. Надо тебе туда направить. Эту надо туда. Залез эту камеру. Если нужно перенаправить. То просто ее на кронштейне провернул. Повернул туда. Смотрит. Это смотрит вообще в другую сторону. Или можно ставить момент перекрытия. Это по этой линии. Эту вывернул тоже. Чтобы картинка не прерывалась. Повернул туда. Эту туда. И у вас практически будет. Не знаю там. 180 наверное градусов. Да. Слежение. То есть. Запись с камер. Давайте по настройкам сразу. Основные моменты. Все просто. Просто заходишь. Кликаешь. И ничего там бояться не нужно. Сигнал оповещения у тебя будет включен. Выключай сразу эту галочку. Это при перезагрузке камеры. Голосовые сопровождения. Вот это что камера сразу говорит. Бывает питание будет теряться. Камера перезагружаться. Чтобы она не пугала. Не привлекала внимание. Голосом. Вот выключай. Перевернуть поворот. Картинку. Отображение. То есть. Вот эти вот. Скорость поворота. Можно быстро сделать. Если нужно. Все. Здесь вот. Громкость динамика. Чувствительность переключения. День-ночь даже есть. Вот. Нифига себе. В прошлом видео я пропустил. Наверное. То есть. Можешь ты уже. Настраивать. Чувствительность. По переходу камеры. В ночной режим. Может она дольше. Вот ты настроишь. Надо посмотреть. В какую сторону оно зависит. Сейчас в серединке стоит. Или дольше. Чтоб камера держалась. Пока не стемнеет полностью в цвете. Или же раньше. Чтоб переключалась. Посмотрим. Интересно. Блин. Появляется новая. Привязка камеры. Именно вот тот момент. Когда я вам. В прошлой камере показывал. Но там была с двумя объективами. Включить привязку. И калибровка привязки. Камера сейчас вращается. Ну как обычно при перезагрузке поворотное устройство. Калибруется. И далее мы сможем откалибровать две камеры. Верхнюю и нижнюю. Это напрямую влияет от этого слежения. Нижней камеры. То есть команда верхней камеры. По слежению нижней. От этого напрямую зависит. Нужно нам совместить. Две картинки. Ага. Видите. Она вернулась в то же место. Нужно совместить две картинки. Поворачиваю я ее. Как-то медленно. Ну наверное спецом. Короче вот такой вот процесс. Подпишитесь пока в телеграм. На чат. Вот. Видеонаблюдение. Видите. Общаемся там. Совместно помогаем друг другу. Вот здесь желательно быть точным. Вот так. Вот. Вот наверное. Все. Нажму подтвердить. Это можно. Эту функцию включать. Можно выключать. После этого. Когда функция включена. Ты сможешь этой камерой направлять эту. Например. Смотрите. Сюда я хочу. Посмотреть. Кликнул в центр кустов. Ну в общем-то она и поставила. И вот. От этого влияет. Вот это именно. Сейчас работа. Влия. Напрямую влияет калибровка. Как вы правильно откалибровали. На дом. Например. Ну да. Да. Можно подкорректировать. Потом зайти подкорректировать. Если что-то тебя не устроит. И от этого зависит. От правильности калибровки. От точности. Слежения. Потом. Команда этой камеры. В самом низу настроек об устройстве. И прошивка была. Прошил я. Все. Вот видите. Приходит уведомление по человеку. Сейчас я смотрю в монитор. Да. Велосипедист проехал. Камера записала. Прислала уведомление. Вот что нам еще нужно. Синхронизировать время устройства. И дату. Со смартфоном. Это обязательно. Обновление было. Я кликнул. Камера обновилась. Вопросов нет. Здесь же можно настройки по умолчанию сбросить. И перезагрузить устройство удаленно. QR-код. Если поделиться хотите с камерой. С родными. Близкими. С кем нужно. Ну и тут все моменты по прошивке. Версия какая. Все здесь есть. Вот об устройстве. Расширенные настройки. Видеор. Если хотите включите. Смарт сигнал тревоги. Здесь интересные моменты. Обнаружение людей. Если нужно. Если любые движения. Выключите. Обнаружение будет по любому движению. Ну как бы нет смысла. И еще есть момент. Предупреждающий световой сигнал. 10 секунд. Можно время настраивать задержки сигнализации. Мигание мигалки. Полицейской. По силуэту человека. Стоит по умолчанию. Она будет мигать. Возможно еще включить сирену. Если нужно. Тревожный звонок. Или же свое. Можно записать. Персонализировать. Приветствие. Или посыл какой-то. Если нужно послать человека. Своим голосом там 30 секунд. Или 10 секунд. Записываешь послание. И звучит из динамика. По определению силуэта человека. Человек подходит к калитке. Камера. Ему твоим голосом кричит. Там пошел вон. Или привет. Добро пожаловать. Или стандартные. На английском языке. И это вот здесь именно включается. Может и мигать мигалкой. И звучать сирена. Или твоя фраза. Если нужно. Ставь. Будет работать. Не беспокоить. Когда не беспокоишь. Чтобы не присылал уведомления. По движению. По силуэту. Показывать людей следы. Рамку. Если нужно. Включил. Выключил. Настройки умного. Также. Линия. Пересечения. Туда пошел человек. Я вам показывал. Все это клика. И смотри. Там вообще. Вопросов нет. Чувствительность. Также. Уже смотришь. Какую поставить. Заработает. Плохо. Или может. Часто. Ложное срабатывание. Уменьшаешь чувствительность. Основные моменты. В общем-то. Облачный сервис. Камера имеет. Также облако. По стандарту. Зайди. Посмотри. По дням. Там. Три дня. Семь дней хранения. Месяц хранения. От этого. Количество камер. От этого. Зависит тариф. Добавить на рабочий стол. Так и не разобраняется. Напишите. Добавить на рабочий стол. Что там. Как что добавлять. Нет времени. Управление хранением. Карта памяти. Цикличная запись. Остановить при заполнении. Или же по кругу писать. Форматировать. В случае чего. Отформатируй. Поверну ее. Выставлю. Куда хочу. Чтоб она возвращалась. После слежения. Ну и проверить. Слежение. Участвует ли. Зум. И как дает. Эта камера. Этой камере. Команду. Частый. Отслеживание движения. Время демона. Это новый перевод. Прикольный. Вот. Значит. Будем следить за демонами. Время демона. 5 минут много. 10 секунд. И камера. После того как демон ушел. Пропал из ее вида. Она вернется назад. Чувствительность высокая. Ну пусть стоит. Задать точку демона. Именно возврата. Вот место выбрал я. Задал. И включаю. Именно вот такой процесс включения. Задал точку демона. Потом включил отслеживание. И она будет возвращаться назад. Уже эти камеры работают нормально. Прошлые терялись. За час работы она сбивалась. Уже не в то место возвращалась. Эти за день вот возвращаются. Уже подкорректировали этот момент. Все. Ждем демона. Когда придет. И будем смотреть как следит. Все записывается. На карту памяти. На видеорегистратор. Также пишется на жесткий диск. Также по силуэту человека. Как ты настроил. Так и будет писаться. И также пишется. Вот разделенная картинка. Две камеры в одной. Камера на 18 канале. Давайте просто зайдем. Посмотрим характеристики. Понятно что реальное разрешение. Нужно смотреть по специальным программам. Но я вам примерно показываю. Что вы можете увидеть. В настройках камеры. В веб интерфейсе. На компьютере. В программе. В МС. На компьютере. Также камеру можно отслеживать. И вы можете посмотреть характеристики. Поменять кстати число кадров. Здесь возможно. Стоит по умолчанию 12. Но вот 25 я поставил. Сохранилось. И разрешение 6 мегапикселей. Несменно. Формат сжатия 265. И старого формата сжатия. Уже в этих камерах нету. У кого старого образца видеорегистратор. Без аж 265 формата сжатия. То камера работать у вас не будет. Будет черная. Просто экран. По тревоге. Смотрите. Также. 18 канал. Все. Тестовые люди. Включена тревога. Камера полностью совместима. С видеорегистратором. Пишется на жесткий диск. Вот сейчас записи нету. Потому что человека нету. Автомобили. Кусты шевелятся. Трава. Камера на это все не реагирует. Ждет силуэта человека. Звук также имеется. Звук улицы. Обычный. Булькающий микрофон. Который установлен практически во всех сейчас камерах видеонаблюдения. Управление камерой. Все. Я также могу управлять. Просто сейчас не хочу ее сбивать. Джойстиком. Лево-право-вверх-вниз поворачивается с видеорегистратора. Смотрите. И плюс я могу пользоваться зумом. Я могу пользоваться зумом с видеорегистратора. Вот. Переключение. Если ты будешь использовать зум с нижней камеры. Вот. Призумируешь. Там далеко картинку. И в том. Там появится человек. В поле зрения камеры. Она его видит. И со второго объектива. С дальнобойного. Также. И вот она за ним сейчас следит. Видите. Выделяет нижняя камера. Человека. Пишется везде. Куда ты настроил. Также она за человеком. Следила. И вот сейчас. Человек отпустила. Все. Человек пропал. Запись остановится. О. И вот другого нашла. И вот смотрите. Именно процесс. Процесс слежения. На большом расстоянии происходит. Ну. Нормально. Но. При этом. Это я. То расстояние приблизил. То есть. Взял. Искусственно. Сам приблизил. И потом. Она начала. Вот этим заниматься. Слежением за человеком. А так. Она. Из начального объектива. 3.6. Она. Так далеко. Человека не различает. Чувствительность небольшая. Поэтому. Тут. Или же. Общий план. Сразу. Или же. Там настроил. Где нужно. Чтобы она. Людей определяла. Далеко. И там она. Вот будет. Определять. И вести запись. Ведется запись. Сейчас. С этой камеры. Верхней. Которая. Перед камерой. И. Та. Вот. Нижняя. Которая. Следит. И далеко. А вот и нет. Я думал. Эта камера. Задействует. Зум при слежении. Нет. Зум не задействуется. При слежении. За человеком. Это. Очередной минус. Этой камеры. Но я думаю. Что будут поправлять. И. В следующих прошивках. Уже эти камеры. Будут. Зумировать. Человека. При слежении. Второй минус. Первая камера. То есть. Верхняя камера. Статическая. Не. Присылает. Уведомление. По определению. Силуэту. Человека. При. Включенном. Слежении. Она. Дает. Команду. Камере. Нижней. Что. Человек. Есть. Нижняя камера. Поворачивается. И. Начинает. Следить. Если. Этого. Человека. Не. Видит. А. Первым. Первой. Увидела. Ее. Верхняя камера. Но. Если. Слежение. Отключено. То. Уведомления. По. Человеку. Не. Присылаются. С. Верхней. Камеры. Это. Тоже. Минус. Я. Думаю. Также. Это. Все. Поправят. В. Дальнейшем. Камера. Следила. Целый. День. Отлично. Возвращалась. На. Место. На. Заданное. Которое. Ей. Задал. Вопросов. Вообще. Нет. Слежение. Плавное. Классное. Без. Без. Негативных. Моментов. Отлично. Камера. Очень. Долго. Держалась. В. Цвете. Я. Думал. Она. Уже. Не. Перейдет. В. Черно. Белый. Режим. Уже. Прям. Темно. На улице. Стало. Не. Переходило. Не. Переходило. Никак. Ну. Вот. Картинка. С. Видеорегистратора. И. Картинка. С. Приложения. На. С. И. Вот. Это. На. Думал я этот момент. Давай же. Туда. Сюда. Не. Работает. Скорее всего. Задел на будущее. Может. В. Других. Каких. То. Камерах. Может. С. Другой. Прошивкой. Это. Будет. Функция. Работать. То есть. Чувствительность. По. Переходу. В. День. Ночь. Но. Сильно. Затянуто. Прямо. Уже. Темно. На. Улице. И. Вот. Уже. Практически. Не. Видно. Людей. Проходящих. И. Потом. Только. Камера. Переключилась. Вот. Черно. Белый. Режим. Задействование. Инфракрасных. Светодиодов. Тут. Уже. Ставить. Как. Вы. Хотите. По. Определению. Силуэта. Человека. Будут. Люди. И. Может. Мигать. Просто. Сирена. Мигалка. Полицейская. Без. Включения. LED светодиодов. Но. Также. Ты можешь. И. Триночных. Режима. Поставить. На. Выбор. Какие. Ты. Хочешь. Все. Тут. Есть. Вот. Лампочку. Жмешь. Триночных. Режима. Полноцветный. Инфракрасный. Или. По. Движению. По. Движению. Людей. Выбирай. Какой. Нужно. Будет. По. Движению. Включать. LED светодиоды. Не. Глядила. Включи. Оповещение. Это. Вот. Третий. Режим. Если. Полноцветный. Включить. Камера. Будет. В ночном. Режиме. Работать. С. Задействованием. Белых. LED светодиодов. И. Кстати. Очень. Классная. Насыщенная. Картинка. Посмотрите. Какая. Получается. Яркая. Яркая. Подсветка. Идет. Если. Еще. Дополнительное. Уличное. Освещение. Фонари. Будут. Вообще. Отличный. Вариант. Вот. Это. Сейчас. Эффект. Пыли. Автомобиль. Проехал. И. Вот. Пылинки. Камера. Видит. Даже. Вот. В таком. Режиме. Пролетающие. Соответственно. И. Туман. Туманы. Также. Камеры. Эти. Видят. И. Создают. Им. Их. Им. Помехи. Вот. Эти. Вот. Туманы. Также. Выбирать. Какую. Внизу. С двумя объективами. Нижнюю камеру. Или с одним. Это уже дело ваше. Если два внизу объектива. Вы должны понять. Что. Камера имеет возможность зумировать. Картинку. То есть. Ты приблизил вон там. Что тебе нужно. Оставил. И камера снимает. С одним объективом. Такого эффекта не будет. Поэтому. Тут уже. Выбирайте. Кому какая камера нужна. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Камера продается в Украине. Да. Я думаю. Уже человек написал мне. Что. Она уже уйдет. Ну. А также. Многое. Чего нового. В дороге. И я вам покажу. Видео обзор. На. То. Что придет. Камеры. Реально интересные. Там. Четыре в одной идет. Заказал я. Сделаю для вас обзор. Сам посмотрю. Как это чудо работает. И вам покажу так же. На телеграм. Подпишитесь. Там я с вами на связи. Всем удачи. До следующих видео. О. И на тикток. Ну. Люди реально. В тиктоке. Больше смотрят. И там. Большая активность. Всем удачи. До следующих видео. До следующих видео.